Великую актрису Фаину Раевскую Фаина Георгиевна, как известно, не умела держать язык за зубами и тут же огрызнулась Так, ко мне обращаются или мальчишки, или дворовая шпана И это еще мягко сказано Перед первым лицом страны рабели и маршалы, и министры Подобострастно ожидая его похвалы и троекратного брежневского поцелуя А тут такой отпор Раневская с легкостью могла лишиться всех званий, места в театре, государственной жилплощади Но даже генсек знал, что с этой дамой лучше не связываться Еще не так припечатает Смутившись, Леонид Ильич выдавил что-то вроде извинения Не обижайтесь, я просто вас очень сильно люблю Биография всенародно любимой артистки полна таких противоречий Ее несправедливо мало снимали в кино Всю жизнь оставляли на вторых ролях При этом она получила три сталинские премии И стала кавалером ордена Ленина Но особенно удивляет, как ей удавалось оставаться настолько свободной В абсолютно несвободной стране Говорить, что думаешь, не бояться власти, не изменять себе В этом выпуске я расскажу, какой она действительно была Чуткой, честной, смелой, язвительной, трагически одинокой И, конечно, уморительно смешной Да, красота — это страшная сила Легендарная фраза «Муля, не нервируй меня» из советской кинокомедии «Подкидыш» Раневская говорила, что придумала ее прямо на съемочной площадке между дублями Когда в народной памяти от фильма остался только «Муля» За авторство фразы началась борьба Автор сценария, детская писательница Агния Барто, актриса Рина Зеленая, режиссер «Подкидыша» Татьяна Лукашевич Спорили несколько лет Но зритель верил Раневской Как я переволновалась И это неудивительно Еще при жизни ее растащили на цитаты А сам образ, хлесткий, едкий, превратился в мем Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову? Или ехать на дачу? На дачу Вот видишь? На даче Всю жизнь я проплавала в унитазе стилем бутерфляй Оптимизм – это недостаток информации Но и лица мне попадаются Не лица, а личное оскорбление Вторая половинка есть у мозга, попа и таблетки А я – изначально целая И это еще самое приличное из сказанного и написанного Фаина Георгиевна отзывалась наотмашь обо всем Возрасте, своей специфической внешности Коллегах, любимых и не очень Театре, кино и, что совсем недопустимо сегодня О родине Жалко, королевства маловато Разгуляться мне негде Ничего Я поссорюсь с соседями Это я умею Ее записные книжки, письма, обрывки воспоминаний Хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства Частично в Петербурге Частично в Москве И там многое попадает под актуальную статью о дискредитации Ну и вообще, будто бы не советская артистка это все писала А самый настоящий иноагент Голод, тиф, холера, террор По дороге в театр на улице Опухшие, умирающие, умершие Посреди улицы лошадь убитая Зловоние, а из магазина разграбленного пахнет духами Так Раневская описывает первые годы после Октябрьской революции в Крыму Потом откровенно называет жесткую политику Компартии военным коммунизмом Еще она вспоминает Ленинград после блокады и поэтессу Ольгу Бергольц с землистым от голода цветом лица Хотя официальная власть десятилетиями замалчивала ужасы, происходившие в осажденном городе Накануне ввода советских войск в Афганистан Фаина Георгиевна снова оставляет красноречивую запись Перечитываю все лучшее И, конечно же, войну и мир А войны были, есть и будут Подлое человечество Подтерлось гениальной этой книгой Наплевало на нее Многие исследователи творчества Раневской Утверждают, что за эти высказывания Она и поплатилась Ролями в кино, в театре Впрочем, у чиновников от культуры Было немало других поводов Задвинуть актрису с не самым простым характером И не самой безупречной репутацией Несчастная страна Где человек не может распорядиться Собственной жопой Это не о текущем законе О пропаганде ЛГБТ и запрете На смену Пола в России Так Фаина Георгиевна Описывала окружавшую ее действительность В СССР за отношения с людьми Одного с тобой Пола сажали в тюрьму Ох, далеко ли нам до этого Официально замужем она не была Матерью тоже не стала А вот у ее романтических связей Гудела вся театральная Москва Первый серьезный роман у нее случился В юности, в Крыму Где Фаня получила место в театре Один из артистов труппы долго за ней ухаживал Даже обещал жениться Свидания и прогулки продолжались Несколько месяцев И вот Раневская пригласила поклонника к себе В съемные апартаменты Правда появился он не один А с бутылкой дешевой шипучки И с мазливой девицей Прямо с порога кавалер попросил Оставить им со спутницей ключи Второй страстью актрисы стал Василий Качалов Свиста Московского художественного театра Кумир нескольких поколений советских зрителей Раневская пересмотрела все его фильмы По многу раз была на каждом спектакле Даже караулила вечерами На служебном входе МХТ Но подойти не решалось Их знакомство вышло комичным В Столешниковом переулке в Москве Где полвека назад тоже были Дорогие красивые магазины одежды Раневская засмотрелась на платье в витрине Прикидывая куда нужно устроиться Чтобы на такое заработать И вот вдруг услышала за спиной Знакомый вожделенный голос Я прошу вас Выслушайте меня И не перебивайте Разволновавшись Она просто грохнулась в обморок По воспоминаниям актрисы Она пришла в себя на полу ближайшей булочной Когда ее донесли прохожие Но тут же снова отключилась Ведь голос Качалова прозвучал у самого уха Как вы себя чувствуете, милочка? Аркашенька, это же моральное падение Когда Раневская очнулась во второй раз Рядом уже никого не было Может быть к лучшему Спустя пару недель Она все-таки отважилась отправить кумиру письмо Я та, кому вы вскружили голову В прямом смысле слова В ответ ей пришли контрамарки На ближайший спектакль МХТ И она помчалась Сначала в зал А потом сразу за кулисы А здесь? Нет, это меня показывают по телевидению Ну, конечно, я здесь Надо сказать, что Василий Качалов был женат Но о его любвеобильности ходили легенды И Раневская тоже попалась на это обаяние Хотя в ее дневниках все максимально корректно Известно, что они бывали друг у друга в гостях Много говорили о театре и профессии Вместе планировали что-то ставить И не слово публично, а лично Единственный человек, кому Фаина Георгиевна Признавалась в своих чувствах Ее старинная подруга Актриса и педагог Павла Леонтьевна Вульф Не сплю ночи Целые ночи напролет не сплю Тоскую смертно по Павле Леонтьевне Как мне тошно без тебя Как мне не нужна жизнь без тебя Эту запись Раневская оставила в середине 60-х Уже после смерти Вульф Примерно в это же время она еще напишет Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм Это не извращение Извращений, собственно, два Хоккей на траве и балет на льду Преследовать однополые отношения в СССР Начали ровно 90 лет назад В 1933 году в Уголовном кодексе Появилась соответствующая статья Госпропаганда тогда, как и сейчас Рассуждала о тлетворном влиянии Запада И наших традиционных ценностях А Максим Горкий высказался в газете Правда еще конкретнее Уничтожьте гомосексуалистов Фашизм исчезнет Это хулиганство, молодой человек Вы свободны В разные годы по статье за антисоветскую сексуальную ориентацию Были арестованы певец Владимир Козин Выдающийся пианист Наум Штаркман Режиссер Сергей Параджанов Писатель Геннадий Трифонов Считается, что тюрьма грозила даже Любимой всесоюзной бабе Еге Георгию Миляру Но режиссер Александр Роу якобы уговорил актера жениться Для отвода глаз Супругой артиста стала его 60-летняя соседка по общежитию Всего под 121-ю статью УК СССР По разным данным попали от 25 до 250 тысяч советских граждан Причем этот вид репрессий чаще всего применяли к людям оппозиционных взглядов Тем, кто открыто критиковал режим или участвовал в диссидентском движении К однополым отношениям между женщинами Власть относилась, скажем так, либеральнее Их сажали редко Предпочитали лечить В 65-м году психиатр Елизавета Деревинская защитила диссертацию Где описывала положительные результаты своего лечения На основе тяжелейших психотропных препаратов Этот подход потом активно использовали и другие советские сексологи За приворот жены к мужу 15 рублей За приворот мужа к жене 50 рублей в новых деньгах 50 У меня такса, милая моя Я ведь заклинаю на полупроводниках с биотоками А это вредит здоровью Разговоров об ориентации Раневской всегда было немало Но задать ей вопрос в лоб никто не решался Можно было получить конкретный трехэтажный ответ С актрисой Павла и Вульф они познакомились в Ростове-на-Дону В местном театре 42-летняя Павла Леонтьевна была давно разведена Воспитывала дочь и каждый вечер блистала на сцене А Фане было 24 и она только-только искала свое амплуа Именно Вульф разглядела в ней уникальное дарование Настаивала, что нужно добиваться драматических ролей Ломать комичный образ так подходящей ее нескладной внешности В Ростове они жили вместе Потом вместе переехали в Симферополь, где служили в одной труппе А следом в Москву Где Вульф и скончалась после продолжительной и тяжелой болезни Она умерла у меня на руках Теперь мне кажется, что я осталась одна на всей планете Раневская обращалась к Павле Леонтьевне на ты Но обязательно по имени-отчеству Ну, как сама объясняла, из безмерного уважения И всегда подчеркивала, что только благодаря своей старшей подруге Стала человеком и настоящей актрисой Когда ты будешь собой довольна И придешь от себя в экстаз От своего дарования Значит, тебе уже конец Ты уже не актриса Актрисой, как это часто пишут в биографиях знаменитостей Фаина Георгиевна мечтала стать с детства При этом первую роль в кино она получила только в 38 лет Комедия «Пышка» режиссера Михаила Рома 34-й год Ураневской роль даже без слов Ну, это потому что фильм был немым Музыку и дикторский текст на него наложили уже в 50-х Актриса здесь такая, какой мы ее всегда привыкли видеть Уже взрослая, с характерным прищуром и фирменной ухмылкой Она даже сама шутила, что появилась на свет сразу старой Настоящее имя Фаины Георгиевны Фанни Гиршевна Фельдман Родилась она в Таганроге В большой состоятельной еврейской семье Пока на афишах ее фамилия значилась, как и другие Ну, или просто участвует вся труппа Проблем не было А вот когда начались роли покрупнее Артистке срочно потребовался псевдоним Однажды после репетиции она зашла с кем-то из коллег в отделение банка Сняла деньги, но в кошелек их сразу не убрала Заболталась и держала в руке На улице ветер вырвал купюры И растерянная Фанни только и смогла пролепетать Жалко, конечно, но посмотрите, как они красиво улетают Коллеги-артисты тут же окрестили ее Раневской По имени главной героини из пьесы Чехова «Вишневый сад» Та тоже была страшно непрактичной А временами и слишком экзальтированной И в пламени моей безумной страсти Я все сгорю, сгорю, как мотылек До свидания Менять фамилии или даже имя целиком у советских евреев было в порядке вещей Сейчас вы удивитесь Певца Леонида Утесова на самом деле звали Лазарь Вайсбейн Детский писатель Корней Чуковский был по паспорту Левенсоном Актер Леонид Броневой Факторовичем Мы, кстати, уже рассказывали про его однофамильца из Рязани Создателя голливудского мейкапа Макса Факторовича И что характерно, эта тенденция сохраняется Лариса Долина в девичестве Кудельман Актриса Татьяна Васильева и Цыкович Певица Жасмин Сара Львовна Монахимова Боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь Это абсолютно ничего не значит Это как раз значит, что в стране победительница фашизма Процветал антисемитизм Бытовой и на государственном уровне У меня много друзей евреев с детства Они говорят, что Зеленский не еврей Это позор еврейского народа После революции евреев уравняли в правах с остальным населением Отменили черту оседлости То есть разрешили жить, где захочется, а не в специально отведенных районах Но все изменилось в 30-х При первых сталинских зачистках Вождь избавлялся от бывших соратников и возможных конкурентов Среди них было очень много этнических евреев Крылатой стала фраза наркома Вячеслава Молотова Мы навсегда покончим здесь с синагогой Потом развернулась кампания против космополитизма Раскручивалось антисемитское дело врачей В Москве разогнали еврейский антифашистский комитет Почти все его руководство расстреляли Какое сказочное свинство! Я не могу больше сдаваться в этом королевстве! В биографии Раневской нацвопрос отчетливо прозвучал в 40-х, когда она с успехом прошла пробы у Сергея Изенштейна Знаменитый режиссер предложил ей сыграть княгиню Старицкую в исторической драме Иван Грозный Фаина Георгиевна была вдохновлена Наконец-то! Большая, серьезная роль! Есть где показать талант! Уже начались репетиции и подготовка к съемкам Как вдруг о ней будто забывают С Мосфильма не звонят Режиссер избегает встреч, на письма он тоже не отвечает Дело в том, что картину о Грозном лично курировал Иосиф Сталин Вождю нравились параллели между ним и первым царем всея Руси Список исполнителей обсуждался и утверждался на самом верху Поэтому важна была и репутация, и родословная Роль княгини Старицкой в итоге досталась молдавской актрисе Серафиме Бирман Фамилия тоже говорящая, но в личном деле на студии помечено Что у артистки немецкие корни, а ее семья исповедует православие Тогда же Раневская напишет Что за мерзость, антисемитизм? Это для негодяев вкусная конфета И кажется, уже навсегда свыкнется со своей незначительной ролью на экране Вы можете сыграть мою тетю? Товарищ Бойчкин, вы знаете, как я к вам отношусь? Я для вас могу сыграть хоть Анну Каренину Не хуже любой народной артистки, честное слово Но феномен Раневской заключается в том, что роль могла бы быть любой Она все равно становилась событием Кто, например, сходу вспомнит фильм Александр Пархоменко? Ты знаешь, кто такой Пархоменко? Не знаю Даже люди старшего поколения вряд ли А если сказать, что там Раневская играет на пианино и беспрестанно курит? Пусть летят и кружат Ужелтевшие листья Березы И однажды я грущу Приходи, смотри, смотри Приходи и меня пожалей Если разобраться, вообще не бывает маленьких ролей Бывает, что артист тратит на роль мало времени Так любила повторять ее незабвенная подруга Павла Леонтьевна Вульф Так Раневская всегда и работала До последнего дня А дальше Тишина Это название театрального бестселлера, в котором Фаина Раневская играла в последние годы своей жизни В этом злом мире тебе нужен был совершенно другой человек, а не я Ты, ты мне был нужен Ты самый добрый Самый умный Самый хороший мой В театр Моссовета, где шел спектакль, невозможно было достать билеты И этот глубокий, трагичный образ американской пенсионерки Так контрастировал с тем, что зритель привык видеть на советском экране Одна из немногих главных ролей в кинокарьере Фаины Георгиевны Хозяйка пансиона Роза Скороход в психологической драме «Мечта» Этот фильм и этот образ поразили даже президента США Франклина Рузвельта Картина вышла в 43-м году, в разгар Второй мировой СССР нуждался в союзниках И Соединенные Штаты видел не цитаделью зла и главным своим конкурентом Наоборот, между странами множились связи, в том числе культурные Новинки Мосфильма американскому бомонду предложил показать посол Андрей Громыко Он же составлял программу и рассылал гостям приглашения На сеанс в Белом доме собрались актеры Чарли Чаплин и Мэри Пикфорд Писатель Теодор Драйзер Певец Поль Робсон Десяток влиятельных кинокритиков На финальных титрах «Мечты» Рузвельт поднялся и произнес Раневская – это очень талантливая, блестящая, трагическая актриса Ни до, ни после ей не давали продемонстрировать такой накал в кино Приходилось искать его на театральных подмостках Причем именно искать Меняя трупы, режиссеров В одной Москве Фаина Георгиевна успела поработать в Театре имени Пушкина Моссовета, Маяковке и Театре Красной Армии Фаинберна, а почему вы кочевали из театра в театр? Искала святое искусство Нашли? Да В Третьяковской галереи Ее ругали за капризы, мясносный характер, скандалы с партнерами Она просто была исключительно требовательной и прежде всего к себе В результате именно за театральные роли Раневская получила три сталинских премии И звание народной артистки СССР На то же вы наше вот это, как ее? Да здравствуйте! Крестьянская, советская, рабочая власть, ура! Играла серьезный репертуар Чехова, Островского, Горького, Толстого И собирала на свои спектакли неизменный аншлаг Только однажды она чуть не ушла со сцены Из-за конфликта с режиссером Юрием Завадским Пипи в трамвае, вот и все, что он сделал в искусстве Гнида в кепочке Вытянутый в длину лилипут Завадскому снится, что он уже похоронен на Красной площади Ну, это все, что можно произнести в эфире из заметок о титулованном режиссере Раневская в лицо называла его бездарностью Не соглашалась с трактовкой персонажей Под любым удобным предлогом Сбегала с репетицией В театре Моссовета до сих пор рассказывают Что как-то после спектакля Завадский сделал ей замечание Вы сегодня мямлили Говорите четче Вас не разобрать Фаина Георгиевна выдержала паузу И хорошо поставленным голосом отчеканила на все фойе Вы что, не знаете? У меня полон рот говна Хотя коллеги считали, что дело было вовсе не в творческих разногласиях Это был спектакль блистательный по форме Глубокий, интересный, необычный Актриса не могла простить Завадскому, что тот бросил свою первую жену Ирину Вульф Дочь той самой Павлы Леонтьевны Очень занятный был финал спектакля После смерти Павлы Вульф единственным постоянным спутником Раневский Стал беспородный пес по кличке Мальчик В 81 году она напишет в своем дневнике Я боюсь за него, это самое у меня дорогое, псина моя, человечная Крохотную фигурку мальчик установят даже на могиле Фаины Георгиевны На Донском кладбище в Москве Финал жизни всенародно любимая артистка встретила в высотке на Котельнической набережной В большой и гулкой квартире с размерной ее имени и статусом Правда, чиновники от культуры будто посмеялись над ней напоследок И выдали элитную же площадь, аккурат над булочной, которая находилась в доме С шести утра под окнами суетились грузчики, громыхали лотки с хлебом Что было несовместимо с распорядком Раневской После вечерних спектаклей она, естественно, очень поздно ложилась спать Но я не была счастлива в твоем доме У меня всегда было одиноко в этой пустой квартире А вы знаете, что на этом спектакле в зале очень много плачет? Знаю И как вы к этому относитесь? С удовольствием Раневская в 99% случаев отказывалась от любых интервью И объясняла Говорить о себе плохо не хочется Хорошо, неприлично Значит, надо молчать Сохранилось всего несколько записей Последняя была сделана за полгода до смерти То ли в шутку, то ли всерьез Артистка рассуждает там о любимом деле Ну вообще это отсутствие профессионализма, я считаю Что именно? Вот так играть, как я играю Любительщик Вы себя считаете представителем самодеятельности? Поразительно, что Фаина Георгиевна не оставила мемуаров Разные издательства предлагали ей очень серьезные гонорары И она даже уступила в какой-то момент Начала собирать свои записные книжки и пометки Работа была почти закончена Но рукопись Раневская порвала Если не сказать все, значит нечего сказать Объявила она обескураженному редактору Кто-то посчитал это проявлением слабости Мол, великая актриса на старости лет Потеряла былую прямоту, захотела уйти красиво Но по-моему она просто решила не изменять себе И красноречиво промолчала Фаина Георгиевна, милая, почему вы не напишите книгу О себе, обо всем этом? Как вам сказать? Да, видите ли Я считаю, что книги должны писать Писатели и мыслители Только? Вот, да А потом это была бы жалобная Книга жалоб называлась, была моя книга А я не люблю жаловаться Вот Друзья, спасибо, что смотрите нас Отдельно я хочу искренне поблагодарить каждого, кто поддерживает наш канал На всех наших спонсорских площадках продолжаются эксклюзивные ранние премьеры Во-первых, это история о человеке, который пережил две атомные бомбардировки И в Хиросиме, и в Нагасаке А во-вторых, интервью с профессором Жанной Резниковой О муравьях, их войнах, элитах, коллективном разуме и матриархате Напоминаю, если вы в России, подписаться на нас можно на сервисе Бусти Если же вы за пределами России, то можете оформить подписку на платформе Патреон Или стать нашим спонсором, можно прямо здесь, в Ютубе Достаточно нажать на кнопку «Спонсировать» А еще, благодаря кнопке «Спасибо» Сознателям канала можно отправлять разовые пожертвования в любом размере Мы работаем для вас Мы ценим вашу помощь Мы ваши агенты И больше ничьи Ссылки на все варианты поддержки вы найдете в описании к этому видео и в описании канала Продолжение следует...